Транспортные перевозки Наша съемочная группа побывала на предрейсовой проверке водителей на центральном автовокзале города. Контролировать полторы тысячи перевозчиков в городе и 800 междугородних трудно. Раньше, когда в области существовали только трамваи и шесть автотранспортных предприятий, было проще. Зато доехать из пункта А в пункт Б было гораздо сложнее. Все помнят давку в автобусах, получасовые ожидания трамвая под дождем. Именно для того, чтобы облегчить транспортную доступность любого уголка региона, на рынок пустили частников. Теперь ожидания на остановке редко превысить пять минут. Причем уехать можно в любую точку города. В первую очередь наличие путевого листа, внешне и внутреннее оформление автобуса, наличие путевого листа, прохождение контроля технического состояния, прохождение медика. Дальше на пригородных и междугородних перевозках проверяем наличие контрольного устройства, тахографа и соответственно правильность его работы. Также смотрим соблюдение расписания движения перевозчиками. Затем, чтобы водитель не был усталым, а часы его работы не превышали нормы, следит тахограф. Если не допустить выхода неисправного автобуса и усталого водителя транспортники могут, то наказать нет. Это делает работодатель, иначе перевозчик. Частые проверки стимулируют водителей и перевозчиков к повышению качества услуг. Однако пассажиры должны помнить, что частота в автобусе и вежливый ответ водителя скорее зависит от них самих, чем от Министерства транспорта. Кстати, водители и автобусы в этот раз полностью соответствовали нормам. Нарушений не обнаружено. Павел Половов, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды.